Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 августа. Продание святых мучеников Марина и Астория. Подними, висит в истории Валериана и сына его Галиена. В Риме жил честный и добродетельный вельможа по имени Асторий, исповедовавший веру в Христову. Он был знатный и богатый человек, пользовавшийся расположением царей. При гонениях, постигавших в то время церковь Христову. Асторий строго соблюдал благочестие, нисколько не скрывая при этом своей веры в Господа Иисуса. Однажды, находясь в пределах Палестины, святой Асторий пришел в город Кесарию Филиппову, известный у Филикиян под именем Паниады. В этом городе населенным новостом для поклонников было быче совершать одно языческое празднество, без источника, вытекающего из горы, Паниад. Отсюда, полагаясь, берет начало и река Иордан. В этот праздник приносимая бесу жертва делалась невидима. Обитавший там бес похищал жертву, скрывая ее от глаз. И ослепленные заблуждения незычники проставляли это бесовское обольщение, как великое чудо. Раб Христов Асторий присутствовал при самом бесовском празднике, не мог не поболеть сердцем о заблуждении и душевной слепоте обольщенного народа. Подняли очи к небу, и возними руки с верой помолился Христу Богу, чтобы он изгнал оттуда беса, прещающего народ. И тотчас бес был прознан силой Божией, и чудо бесовское прекратилось. Все своими глазами видели жертву, она уже не скрывалась, как ранее, и не делалась невидимую. Когда же прекратилось сила, прекратилось и празднество, так как языкники перестали собираться к источнику. Так молитва святого Астория, соединенная с верою, очистила место от бесовской скверны. Страдание же ее за Христа произошло по смотрению Божию таким образом. В другой Песарии палестинской жил знатно и богатый воин по имени Марин, но он был еще более честен верой во Христа и богат добрыми делами. Товарищи по полку призывали его на место сотника, открывавшегося по смерти, занимавшего его воина. Когда Марин готовился занять помянутое место, другой воин, завидуя и сам желая сделаться сотником, пошел к суде Ахиос. Он открыл ему, что Марин, как христианин, не хочет приносить жертвы богам и изображениям царей, а потому добавил доносчик такого человека силы римских законов нельзя оставить сотникам. Судья опять же призвал Марину и спросил его о исповедуемой им вере. Услыхав от самого Марина, что он христианин, судья дал ему три часа для размышления, избрать ли жизнь или смерть. Святому Марину предстояло только два исхода. Или принести висческую жертву и остаться в живых, или умереть за исповедание веры Христовой. В это время епископ писарь и палестинская фея Киик пришел к исповеднику Христову, взял ее за руку и сделал церковь, преподавая душеполезные наставления. И затем придя с ним во святой алтарь, епископ указывая рукой на святой Евангелие и на воинский меч, которым Марин был припоясан, сказал, «Из двух этих вещей избери, достойный муж, какую-либо одну, или носить этот меч, чтобы временно служить земному царю, а по смерти получить вечную погибель, или сделать с собой воином небесного царя, положить душу за его пресвятое имя», написанное в этой книге, «и царствовать с ним бесконечные веки». Святой Марин, просперши правую руку ко святому Евангелию, с горячей любовью облабузая ее, показывая, что он готов за Христа идти на смерть, тогда епископ сказал ему, «Сей душой твоей прилепись к Богу, и укрепляй на его силу и прийми то, что сам избрал». После этого епископ отпустил святую Марину со словами, «Иди с миром». Когда святой Марин шел из церкви, соглашатый стоял уже у дверей суда, громко призывая Марина по имени, так как три часа уже прошли. Воя судилища, святой Марин без боязни прежнего, исповедая себя христианину во всеуслышание, прославляя имя Христова и порицая языческое нечестие, Судья произнес ему смертный приговор, и святой мученик Марин был изведен за город и там обезглавлен. При его мусультической кончине присутствовал святой Астерий, по устроению Божию на это время пришедший в город. По страдавческой смерти святого Марина он снял с себя верхнюю драгоценную одежду, простерывая ее по земле, потом обвил ее и честное тело мученика внизу с главой, и, донеся до могилы на собственных плечах, предал погребение с сестью. За это он и сам удостоился мученического венца. Мечестивые изучники схватили его и отсекли ему в лову в 260 году. И таким образом святой Астерий, вместе со святым Марином, в лике святых мучеников предстал небесному царю Христу. Это было старственник Галинина, наслевывающего престол после погибели своего отца Валериана. За пролитие крови множество христианам было наказано в Днем Божьем. Во время сражения Перса одержали победу над ремлянами. И Валериан живым попал в плен к Саворию, к персистскому царю. Его отвели в Персию, и там он заменял Саворию подмешку, когда последний садился на коня. При этом Валериана нельзя было выкупить из позорного плена. Саворий не желал брать за него никаких сокровищ. Дорожатая слава, что он имел возможность наступать на шею римского царя. После продолжительного издевательства над Валерианом, царь персистский велел наконец содрать с него кожу перед всем народом и посыпать солью. Так зло погиб, зло еще в этой жизни начало вечные муки. Такая погибель отца устрашивала Галиена. Он познал в ней Божье наказание за безжалостное пролитие христианской крови. Поэтому Галиен издал указ для всех областей римского государства, где предписывалось прекратить гонения на христиан и разрешить епископам свободно управлять своими царквами. На поле Себукас пришел в Кесарию Палестинскую, святые Марины Ассори прияли мученическую консину за Христа и вошли в радость Господа Своего и нашего владыки Иисуса Христа, царствующего с Отцом и Святым Духом. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры подогнали Симон.